Чтобы развернуть коммерческую деятельность в многоквартирном доме, необходимо документально перевести помещение из жилого в нежилое. Процедура предусмотрена жилищным кодексом. В нем же четко прописано, какой вид коммерческой деятельности можно осуществлять в жилом доме и что под запретом. Однозначно, согласно жилищному кодексу, нельзя размещать производство. То есть прямой запрет на размещение производства жилых домов. В жилых домах могут размещаться магазины, объекты общественного питания, почты, сбербанки. В доме по адресу Хрустальная, 28, на первом этаже круглосуточный магазин. Коммерческие соседи доставляют массу неудобств жителям. Нас это, конечно, очень напрягает, потому что машины ставятся под наши лоджии. Я живу на третьем этаже. Слышимость очень высокая. Подъезжают машины с музыкой, с шумом около машины, распевают. И это происходит часто. А в этом доме весь первый этаж всегда был отдан на откуп предпринимателям. В советские годы в нем работал промах. Претензий у жильцов не было. Пять лет назад помещение выкупил частник. Ситуация изменилась. Открылся продуктовый магазин. 14 холодильников, металлические двери бездоводчиков, движение машин. Все создавало шум. После магазина здесь и вовсе организовали игровой клуб. А сейчас пекарню. Такой запах. Тот запах, который был по праздникам. Теперь у нас праздник круглый год. Прямого запрета на такую дислокацию торговых точек в законодательстве нет, говорят практикующие юристы. Единственный выход для жильцов – набраться терпения и действовать по принципу «капля камень точит», а именно регулярно фиксировать нарушения спокойной и комфортной обстановки, дабы доказать, что работа магазина фактически не позволяет собственникам квартир полноценно использовать свое жилье по назначению, отдыхать, спать в тишине. Бороться придется в суде. Доказательства подойдут любые. Видеофиксация, акты о замерах шумов и другие. Вопросы об открытии бизнеса в жилом доме жителям нужно решать еще до того, как точка заработала. Так, общее собрание собственников на Пономарево-4 не позволило прорубить общедомовую стену для обустройства отдельного входа. А это является обязательным условием для создания коммерческого объекта. Хотя предприниматель обратился к жильцам с этим вопросом абсолютно официально. В инфраструктурный отдел, когда мы пришли на консультацию и сказали, правы мы или нет, они сказали, что его пакет документов, даже если он будет уже готов с техническими всеми данными, решение собственников нужно. Это решение с июля месяца 2011 года, постановит федеральный закон 123.